С нами Влада Воронина, которая уже в ранге победительница Игра Брикс в командных соревнованиях в составе сборной России. Теперь уже начались личные соревнования. Только что вы завершили квалификационный этап. Какие ощущения, как сложились ваши встречи? Если честно, я еще не особо проснулась, но уже успела и размяться, и два матча сыграть. Первый матч, в принципе, сложился для меня достаточно легко. А второй уже более напряженный такой был. Играли с соперницей из Венесуэлы? Да, второй матч был против соперницы из Венесуэлы. Она просто какие-то шальные мячи бывает попадает, а я от нее не жду. Она, наверное, старалась, чтобы вы побыстрее проснулись, нет? Не знаю, возможно, она хотела, чтобы я побыстрее проснулась. Так, не знаю. Ну, общее состояние. Немножко так вкатились, потому что в командных играх получилось сыграть только одну встречу. Он такой скоротечный получился турнир. Да, в принципе, вкатилась. А так в командных, ну да, поставили только на один матч. Всего было три? Ну да, их всего было три. А так я поддерживала команду. Это видели? Да, и переживала очень сильно за них. Трудно сидеть на скамейке, когда сама не играешь, а болеешь? Да, потому что очень сильно переживаешь, а зависит все, ну вот кто играет. Ты как бы только поддержать можешь. Ну, девчонки молодцы, очень уверенно выступили, да? Да, все молодцы. Теперь у нас впереди плей-офф, и первый матч уже будет сегодня. Ну да, сетка, да, 1-16 финала. Кого-то ждете из соперника? А я, в принципе, никого не знаю. Особо я никого не знаю, только вот наших. А так, я не знаю, еще группы же доигрывают, еще сетки нету. Конечно, только вечером будет, ближе к вечеру. Да нет, в принципе, без разницы. Надо на всех настраиваться одинаково. Это правильно. Влада, еще раз поздравляю с успешным стартом в личных соревнованиях. И желаю вам показать свой максимум, проснуться и показать нам, ух, какой теннис. Спасибо большое, спасибо. Еще передаю привет маме, папе и Ониксу. А Оникс это кто? Это собачка. Какая порода? Немецкий шпиц. Привет Ониксу и болеем за Владу. Спасибо большое.